Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня нас ждет долгожданная распаковка этого потрясающего набора от Rose Ink. Честно, я когда видела обзоры на эту косметику, я невероятно заинтересовалась, потому что текстуры, формулы, то, что я так сильно люблю, поэтому я не смогла удержаться и не приобрести его. И я готова с вами поделиться. Поэтому, если вам интересно, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали! Для начала буквально пару слов о бренде. Ну, если вы вообще с ним не знакомы, примерно год назад, полтора года назад, в общем, совсем недавно по меркам, да, существования каких-то определенных продуктов и брендов он появился. И мне кажется, что он просто стал самым виральным за последнее время в ТикТоке, в запрещенной сети с картиночками, вообще везде, где только можно рассказывать и показывать косметику, потому что всегда их румяна в фаворитах года, фаворитах месяца, их текстуры классные, у них есть такое тональное средство интересное, которое повторяет формулу флюида от Шанель. Кстати, он тоже у меня есть, мы обязательно его протестируем, потому что я приобрела его в Европе и до сих пор хранила для вас, чтобы мы вместе с вами посмотрели. Соответственно, эта косметика была просто на слуху, все о ней говорили, все о ней писали, и, конечно же, она доехала до меня. Во-первых, Чьяна. Есть такая прекрасная, красивая модель Роузи, и она, соответственно, решила вместе с какой-то компанией, которая занимается косметикой, создать свой бренд. Чем они отличаются? Тем, что они, конечно, современные, модные, красивые и все прочее, ну и главное, что они деликатно, этически относятся к животным, не тестируют свою косметику и пишут, что она даже подходит для веганов. Поэтому, если для вас это важно, имейте в виду. Но давайте больше не зацикливаться на том, что это за бренд, вы сможете и так почитать, или пишите мне вопросы ваши, я найду на них ответы какие бы ни были, мы с вами обсудим. Давайте уже переходить к этому прекрасному набору. Я, как всегда, пишу в Telegram, а затем покупаю сама, поэтому Telegram это мое разорение. И если вы еще на него не подписаны, то подписывайтесь, потому что там все самое свежее, интересное, у нас очень теплое, дружественное комьюнити, и я буду рада, если вы к ним присоединитесь. Конечно, в первую очередь меня заинтересовала цена, потому что она была просто фантастическая. Вот мы здесь даже можем посмотреть, что набор стоил у нас, соответственно, 57 долларов, когда его оценочная стоимость, то есть, ну, если бы вы товар отдельно приобретали, это 95 долларов. И я тогда посмотрела, действительно, мы могли купить помаду приблизительно за ту же стоимость, или румяна, и, конечно же, я такая, ну, нет, этого мы не пропустим. И там, честно говоря, очень много различных наборов, там есть и уходовые наборы, и наборы больше направленные, по-моему, на губы, то есть, там три вида помад, то есть, наборов там достаточно, и честно, я уже посматриваю что-нибудь себе еще, потому что я тогда немножко пожалела денежек, и решила доплачивать 15 долларов, чтобы получить повязку на голову, и какие-то сэмплы кремов, нет, я, ну, я не такой человек, и потом я сижу, думаю, можешь заказать этот набор, типа, ну, в общем, я думаю, что мы сейчас с вами долго будем все это смотреть, тестировать, то, что мне бренд изначально, я вам скажу, такой спойлер, понравился очень сильно, вот. Ну, и этот набор, мне кажется, за такую цену, это просто подарок, потому что тогда еще курс был поприятней, ну, это было сколько? Ну, окей, 3000 рублей, 3500, ну, вы пойдете сейчас, люкс, купите один, какую-то, одну штучку, да, за эти деньги, поэтому мне показалось, что классно, и здесь, конечно, еще были такие приятные бонусы, ну, коробочку я навряд ли сохраню, но, тем не менее, в общем, я осталась очень довольна. Красивая, можно что-нибудь хранить, особенно, если вам ее аккуратно доставили, потому что мне не совсем. Так, открываем и наслаждаемся этой красотой. Та-дам! Как я уже сказала, простите, немножечко ее помяли в пути, поэтому не очень так все смотрится эстетически, но я думаю, что нормально. Нам главное, чтобы продукты доехали в целости, ничего не разбилось. Во-первых, мне шли в подарок пробники. Я так поняла, что, по-моему, это каждому заказу, и, честно говоря, я просто была в шоке, потому что, я не знаю, ошибка это или нет, но давайте сначала о пробниках. Знаете, просто настолько они меня покорили. Я заказала пробничек тона, я выбрала 0,40 оттенок, я обычно беру 0,30, и Шанель у меня 0,30. Кстати, я не тестировала, поэтому я не знаю, возможно, 0,30 это не мой оттеночек. Я такая, я беру 0,30. Ну, в общем, не знаю, как получится. И я решила, что как раз я буду с вами тестировать Шанель, и мы с вами, не получится полноценно, но немножечко его так нанесем, и посмотрим, насколько они похожи. Потому что многие говорили, что этот флюидик, видите, тут гранулы, у нас, соответственно, тона, которая, наверное, кроме тему, все увлажняющая, как-то так, я думаю, это работает. Вы сначала, когда наносите, это гранулы, а потом вы распределяете, и, соответственно, у нас такое легкое, красивое, влажное покрытие. Ну, в общем, этот тон, он просто фантастика, и в Шанеле там уже была первая версия, потом вторую выпустили, вот у меня как раз вторая новенькая, и, соответственно, многие советуют его, потому что он, мне кажется, побюджетнее немножечко, чем Шанель, ну и что-то интересное, новый бренд. Вот, поэтому я его взяла, мы его с вами отложим на потом, и сделаем такое небольшое, малюсенькое сравнение, и тон это не то, что меня удивило. Румяна. Мне дали в качестве пробника настоящие румяна. У меня есть видео, но слишком смешно, чтобы я его вставляла, когда у меня подруга гостила в гостях, и я была в пижаме, и я открываю, и я кричу, это румяна, настоящие румяна! Типа, друзья! Ну, в общем, я выбрала оттеночек Азалия, этот оттенок, там написано, что это фаворит Роузи, то есть она очень его любит, она такая блондиночка, честно, мне кажется, мы немножко по цветотипу с ней похожи, но она еще более светлая, то есть у нее тоже такие пшеничные волосы, но она более настоящая блондинка, я такая, поддельная, вот. Ну, и, соответственно, это ее фаворит, она его всем рекомендует, всем советует, и на сайте прямо было что указано. И посмотрите, я сначала не поняла, но я подумала, наверное, пробник, а потом они просто идентичные с настоящими, ну, не то что настоящими, с полным размером этих румян, и оказалось, что они кладут такой вкладыш, потому что потом вы увидите, я вам покажу, что там можно поддеть, соответственно, вкладыш с румянами и заменить его, то есть в качестве пробника я получила такой же объем, 4,5 грамм, мы еще раз с вами сверим, 4,5 грамма румян, которые просто фантастические, которые просто красивые, мы тоже их засвочим, они мне тоже очень понравились, и я была так, я даже немножко расчаровалась, потому что там можно было взять еще в качестве второго пробника бронза или хайлайтер, то есть ты должен взять в одной категории один продукт. И я подумала, что может надо было их брать, поэтому если будете заказывать, попробуйте, потому что мне кажется, навряд ли они как-то ошиблись, может не было пробника Азалии, они положились в полный размер, я не знаю, надо посмотреть еще каких-то блогеров, потому что я стараюсь на одни и те же обзоры не смотреть то, что уже есть, на одни и те же средства, чтобы как-то свое мнение сформировалась и этого не подглядывала за ними вот соответственно если интересно прощекайте но вот имейте ввиду оттеночек мы с вами посмотрим и сравним с тем который не я выбрала к слову важно что в этой коробке все было выбрано брендом то есть нельзя было поменять помаду нельзя было поменять румяна но это если говорить о помаде не уверена то что она немножко такая загадочная я бы сама ее не выбрала но я ее приручила на очень тоже красиво интересно смотрится такой эффект зацелованных губ и зачастую тоже в промо материалах многие показывают что это именно нужно не так вот наносить а соответственно как-то по притаптывающими движениями вот но румяшки там были в одном из самых популярных оттенков про хайлайтер не знаю потому что я честно не особо увлекалась ну я как-то и хайлайтеры обожаю я ими увлекаюсь но я не особо смотрела и выжелала хайлайтер от rose ink вот соответственно вот такой набор у нас идет и как мы с вами обсудили это губная помада это румяшки и это хайлайтер и вот такой лишь из кожзама у нас потому что но это этические классный бренд с точки зрения того как они товар то есть к животному все проще было логично что это будет до из кожзама вот такой красивый красивая маленькая косметичка можно класть собой любое средство она здесь у нас такие твердые вставлены какие-то пластины они соответственно за счет этого закрывают наш косметический продукт и его удобно брать с собой переносите все прочее изначально она мне очень по такая покосная приехала то что она по краям очень сильно давилась коробкой но она вот отлежалась и выглядит потрясающе не пахнет что важно тоже кожзам на китайский он воняет воняет дико здесь все хорошо в общем такая миленькая честно я вот такие штуки особо не ношу ну то есть редко пользуюсь у меня кстати зеркало сетланкома но как раз таки одностороннее я вот вынуждена нашу тоже в похожем zip пакетики в общем классная красивая пока у меня просто лежит в моем стеллаже вот но я думаю что тоже хозяйстве пригодится почему бы и нет еще и с брендингом я вообще такую люблю красиво смотрится так давайте пойдем по продуктам сделаем свочи и как вы видите у меня макияж частично нанесен соответственно мне хватит только каких-то продуктов которые у нас здесь представлены так первое что я вам покажу это хайлайтер так как я уже ими пользовалась у меня была распаковочка тоже телеграм-канале там соответственно все новенькое красивенькое можно рептам посмотреть либо я щас еще тоже пущу как оно выглядело и что интересно я подписан тоже на многие те грамм каналы я смотрю что там пишут об индустрии и вообще что сейчас модно что не модно чтобы быть в тренде вот и соответственно что интересно я от них узнала что оказывается у многих в хайлайтере какая-то ерунда вы увидите вот на отдельном этом видео что у меня тоже в хайлайтере я с чего подумала в него что пальцем залезли то есть там был какой-то отпечаток потом я поняла что нет это все-таки не отпечаток потому что нету скана пальца ну и так далее то есть я поняла что видимо это как-то налили странно продукт и в общем у всех если там хайлайтер должен быть красивый но новый проект вы представляете у него идеальное покрытие все проще у меня хайлайтер был как будто ну для меня это не брак все же но как-то выглядело неопрятно, и я, говорю, изначально даже переживала, что у него кто-то залез, и я увидела, что девушки писали, что у всех именно в этих наборах, ну, как они говорили, бракованные хайлайтеры, просто для меня визуально это очень важно, конечно, особенно то, что мы сейчас фотографируем, для нас это особенно важно, но все-таки это не брак, потому что, мне кажется, брак больше связан с тем, что есть продукт там плохой, не набирается и все прочее, скатывается, вот, но девчонки заметили, что это именно хайлайтер, и я смотрю фотографии, у меня такой же хайлайтер, вот, не знаю, возможно, действительно они решили, там, в наборы собрать что-то менее хорошего качества, но вот такой увлекательный, интересный факт, поэтому выводы делайте сами, мне не хочется на них, конечно, наговаривать, но вот есть такой, соответственно, это оттеночек у нас, призматик, я не знаю, честно, популярный он, не популярный, как-то я к хайлайтерам, как сказала, не очень присматривалась, но он оказался очень красивый, многие говорят, что он для них оказался темным, потому что он действительно такой желтовато-песочный, но на мне он смотрится фантастически, и что самое красивое, то, что он невероятно раскрывается на солнце, я надеюсь, что сегодня тоже у нас с освещением все это будет красиво выглядеть на лице, потому что у меня абсолютно никакого хайлайтера сейчас нету. О чем стоит предупредить? По мне он плотноват, текстура тугая, он твердый, то есть я привыкла более к кремовым текстурам, я люблю, когда они, знаете, вот вы докасаетесь пальчиком, они буквально растворяются, и вы так нежненько все это в таптующем движении наносите, все прочее. И прорумяна, так можно сказать, они большим каким-то, да, своим характеристикам похожи на то, что я описываю хайлайтер немножко другой, но туговатым, поэтому честно, несмотря на то, что я все люблю наносить кистями, я вообще фанат кистей, я его стараюсь наносить в основном пальцами, потому что так он лучше передает себя, вот под теплом пальчиков он раскрывается, и как-то более красиво и влажно передается. Ну, кистями тоже можно, но у меня такое ощущение, будто я, знаете, по сухому продукту пальцем вожу, поэтому здесь вот так. Давайте засвочим его, посмотрим, как он нанесется. Ну, вот он такой, какой-то, знаете, рыхлый, что ли, не рыхлый, как же вам объяснить? Сухой, вот прям суховат. Вот, хотелось бы, хотя он переносится нормально, поэтому не знаю. Вот, смотрите, какой он, он такой вот песочный оттенок, песочно-даже бронзовый, рыжий. Не знаю, ну, рыжего тут нет подтона, но он явно с таким, да, бронзовым подтоном, но мне кажется, сегодня отлично будет смотреться под наш макияж, потому что мы тоже сегодня такие бронзовенькие богиньки немножко, вот, и все будет здорово. Он без каких-то отдельных блесток, посмотрите, он просто подсвечивающая текстура, здесь нет абсолютно никаких блесток, просто такая красивая, кремовая, да, шелковистая текстура, которая будет немножко подсвечивать. И что интересно, я сейчас заметила, я вот, когда много набирала, он за счет того, что он какой-то плотный, он даже как будто кусками скатываться начинает. Вот, мне очень интересно, пожалуйста, я просто приписывала с девушками, у кого тоже такие наборы, они говорили, что у них хайлайтер тоже плотноват, ну, раскрывается под там температуру вашего тела и все прочее, но мне интересно, возможно, у кого-то он другой по текстуре, может все-таки он застыл у нас, или пока он ехал, что-то с ним случилось, напишите обязательно, если пробовали, потому что, ну, вот такое я заметила, но могу ему все простить, потому что смотрится, конечно, он на коже очень красиво. Сейчас я вам тоже покажу, очень такое деликатное свечение, посмотрите, очень красиво, как будто бы он действительно, я не знаю, влажный что ли хайлайтер, то есть выглядит он очаровательно, и самое красивое, конечно, как он раскрывается на солнышке, я честно, вот из-за того, что какие-то есть, да, противоречия с тем, как он наносится, как он ощущается, я так немножечко думаю, ну все, вот хайлайтер поругаю, а потом я увидела, как он сияет на солнце, я была на 8 марта просто самая очаровательная с этим хайлайтером, и мне вот он очень понравился, то, что такое естественное сияние, правда, у меня, мне кажется, только бэка сияет, но продукт бэка более влажный, более так капитально сияет, но все равно, интересный продукт, то, что отдельных блестков совершенно нет, если вы любите что-то такое, попробуйте, возможно, оттенок призматик вам покажется темноват, но я думаю, там, если у вас нет цели купить набор, хотя он очень выгодный, то можете выбрать себе другой оттеночек, или заказать тестер, вдруг вам тоже повезет, и вам полноразмерный продукт отправят, вот, и к слову, я обещала показать, смотрите, здесь есть две дырочки, и если на них надавить, то, соответственно, рефил у вас выпадает, и вы вместо этого рефила, там, наверное, на магните, я думаю, сможете поставить любой другой, то есть, теоретически, вам нужен один, нужно такая одна упаковочка, и вы можете рефилы хранить, но так же, как румяна, да, вот в этой закрытой упаковке, и пользоваться, и наслаждаться. Сейчас мы сотрем то, что у нас было с вами на ручке, и продолжим дальше разговаривать. Румяна, давайте сразу еще что-то рассказывать. Румяна просто очень популярна у этого бренда, все о нем рассказывают, все говорили, поэтому, конечно же, мне хотелось их попробовать, конечно же, я решила, что, ну, не упустим мы с вами эту возможность. И, как я сказала, что есть и другие оттенки, мне кажется, в не самых популярных, да, вариациях здесь положена. И, соответственно, румяна в наборе у нас шли под названием Хелиотроп, и что самое смешное, ну, не могу не поделиться, я запомнила, что оттенок называется Хеликоптер, и я всем говорю, что ну, у меня оттенок Хеликоптер, и, в общем, мне кажется, все просто угорали, надеюсь, что только я знала правильное название, но, в общем, не будьте как я, это очень смешно. Вот, и, соответственно, здесь даже по текстуре вы можете сейчас увидеть то, что вот я возила кисточкой, посмотрите, она более суфлешная, более мягкая, более приятная и покладистая, не такая засохшая текстура, как у хайлайтера, но, возможно, это связано, конечно, с тем, что продукты у нас разные, и по-разному набираются. Ноги румяны действительно в виде суфли. И этот оттеночек, конечно, просто очаровательный, он такой прекрасный, такой нежный, он прекрасно подчеркивает вашу внутреннюю и внешнюю красоту, натуральность и все прочее. То есть он такой очень естественный, то есть если вы не любите что-то яркое, не любите выделяться, ну, не в плохом, не в хорошем смысле, но как бы любите просто что-то такое нейтральное, повседневное, то обязательно приглядитесь к нему, потому что мне кажется, он, ну, каждый подойдет, у него такой правильный подтон, такой правильный цвет, и действительно все это смотрится очаровательно. По текстуре, как я сказала, он очень кремообразный, вот смотрите, я прям вожу пальцем, и вы видите, как остается след. То есть это очень классная текстура, я такие просто обожаю, когда вот подтаивает под пальцем, ну вот, смотрите, да, соответственно, он становится еще покладистей, и круче наносится этот продукт. Давайте посмотрим на оттенок, вот смотрите, какой он красивый, он такой розовый, такой нежный, девчачий, ну, в общем, он действительно подчеркнет все, что нужно подчеркнуть, и, соответственно, вас только украсит. Он очень такой, я не знаю, как бы жирненький, да, но при этом он абсолютно не растворяет ваше тональное средство, ваше, вашу пудру, скульптер, тоже все хорошо, он отлично дружит со средствами, и что самое главное, он дружит с моими любимыми кистьями, бочонками, потому что я люблю бочонкам набирать, соответственно, такие продукты, они классно распределяются, и вообще все здорово, потому что хайлайтер, мне кажется, кистьями все-таки как-то возюкает, знаете, вокруг да около, да не набирает продукт, а здесь все супер, его можно вообще в какую-то максимальную дымку растушевать, и просто будет, смотрите, как еще подсвечено, вы заметили, там не было блесток, давайте посмотрим, тут ни шиммера, ни блесток, вроде бы ничего нет, вроде бы все хорошо, но при этом посмотрите, насколько вот красиво и подсвечено выглядит. Вырываюсь к вам ненадолго, ну, как всегда, почти в каждом видео, я прошу вас об этом, пожалуйста, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь на него, и также на мой телеграм-канал, и на мою такую секретную сеть с фотографиями, особенно в телеграме сейчас очень интересно, активно, ну, правда, мы там прям с вами всегда, и мне это очень нравится, вот, и мы продолжаем, прям как будто у вас влажное красивое сияние, давайте сразу нанесем второй оттеночек, который в качестве тестера мне полноразмерный достался, и посмотрим в сравнении, да, как они смотрятся, потому что я предлагаю сегодня все-таки один нанести оттенок, ну, чтобы не быть так максимально по-разному в кадре, а вот с этим оттеночком я, кстати, вам приложу фотографию, потому что я с ним была вчера, специально для вас отфотографировала его, и, соответственно, сможете сравнить. Во-первых, на первый взгляд, конечно же, сейчас главное не уронить, они абсолютно разные, то есть если здесь у нас максимально яркая такая текстура, и я когда смотрела его, честно, я думала, почему он у тебя любимый, там столько красивых оттенков, ты выбрал его, и вот не как оттенок красивый, ягодный, всегда всех украшает, но я подумаю, что, ну, это же многих отпугнет, он же такой яркий, как это будет, вот этот более, да, такой стандартный, я думаю, что вы тоже скажете, ну, для меня вот эта версия, но не пугайтесь того, что он очень яркий, потому что я его вчера как наслаивала, наслаивала, и все так прекрасно, и все так не скатывается, и цвет так правильно передается, смотрите, тоже максимально классная кремовая текстура, прям вообще, и он тоже такой розовый, ну, прям, максимально люблю такие цвета, очень красиво, так, сейчас мы с вами нанесем сразу, ну, все, он, конечно, блекнет на фоне вот этого сводча, сейчас мы нанесем сюда, и смотрите, конечно, важно хорошо растушевать, важно растушевать, и если вы там хотите максимальную дымку, будет максимальная дымка, но смотрите, он не такой уже яркий, и мы как бы не старались его максимально, да, там, убрать с наших ручек, здесь просто разный потон, если здесь более какой-то малиново-яркий потон, то здесь у нас больше персиковый, соответственно, вот эти румяшки больше подойдут тем, кто не любит экспериментировать для возрастного макияжа, и в целом персик всегда комплементарно смотрится, особенно на загорелой коже, и все прочее, розовые румянки, это немножко так и поярче будет, но тоже всегда придает яркости вашему образу, свежести, тоже очень комплементарно, красиво смотрится, поэтому вы здесь выбирайте, какой вам больше нравится, это хелиотроп, который был в наборе, его нельзя поменять, и это азалия, это самый любимый оттенок рози, поэтому если хотите быть такой же очаровательной, как она, то и приобретайте его, и я думаю, будете так же сиять, ну что, осталась помада, и будем наносить румяна, пока я не смыла эти сводчики, какие румяшки будем наносить, давайте наносим все-таки хелиотроп, потому что у нас с этим есть фотография, я ее приложу, и она, мне кажется, ярковата, потому что у нас глаза тоже, конечно, яркие, но все равно, вот это, мне кажется, будет больше, такой цветовой гамме, лучше смотреться, смотрите, что интересно, я пытаюсь мыть, у меня салфетки не специально для макияжа, но достаточно сложно, то есть они очень стойкие, не слезают, прекрасно ведутся на протяжении дня, вот, если что, не бойтесь, такого пигмента на лице у вас не останется, просто нужна мицеллярочка и гидрофильное масло, но смотрите, видите, они прям такие, вот где был яркий пигмент, он остался, ну это я еще ручку так натерла, так, и соответственно, переходим к помаде, как я уже сказала, наверное, к помаде, так, ну, коллайдеру у меня тоже есть вопросы, сейчас вы скажете, Даш, а чего ты нам советую уже, почему это классная косметика, потому что косметика классная, главное, научиться имплементировать это в свою жизнь, соответственно, помада, которая у нас была в наборе, она вот такого темноватого оттеночка, и когда я тоже увидела, я подумала, что ну как, ну хочется какого-то свежего макияжа, весна, но не бойтесь, то есть, несмотря на то, что она яркая достаточно, и даже я сказала темновато, да, во-первых, кстати, почти подходит под мои губы, я поняла недавно, что у меня достаточно ярко выраженный пигмент губ, потому что вот у Шики есть классные карандаши, Гарда, Верона, они очень коричневые, и на многих они смотрятся прям как коричневый контур, а на мне это смотрится просто как мои губы только лучше, и я удивилась, потому что я бы не сказала, что у меня какие-то яркие активные губы, но сейчас мне скажут, Даш, губы у тебя ни о чем, алло, вот, ну в общем, соответственно, все равно красивая помада, красивая, но я советую вам наносить ее не вот сплошняком, как мы уже обсудили, а просто немножко такой эффект зацелованный куб, подушечкой пальцев, либо кисточкой, если у вас есть, переносить, давайте сначала сделаем с вами сводчик, я всегда так делаю, и помада сломается, вот смотрите, если говорить об оттенке, то он все-таки немножко как будто рыжеват, немножечко кирпичный, не хватает здесь ягодки, то есть, если я выбирала, я действительно выбрала бы что-то более легкое, более весеннее, но тем не менее, тоже он смотрится хорошо, и мы сейчас посмотрим, и предлагаю уже, наконец-то, закончить наш макияж, и нанести то, чего нам так не хватает, это румяна, хайлайтер и губная помада, начнем, наверное, с хайлайтера, и сейчас попробуем его нанести, чтобы вам было красиво, заметно и прекрасно, так, хайлайтер, берем его, как я говорила, пальчиком, вот мне не нравится, что он скатывается, видите, не знаю, вот знаете, как прекрасно смотрится на лице, и как все-таки не очень он прекрасен в использовании, но смотрите, сразу все очень подсвеченное, очень деликатное, и что мне нравится, что это действительно такое внутреннее, как будто бы свечение, то есть, абсолютно не видно, что у вас какой-то продукт, и можно, на самом деле, если бы он был более кремовый, или какой-то покладистый, можно было бы его использовать как пребазу, то есть, да, например, вы на участке, который хотите осветлить, можно нанести этот хайлайтер, и потом легкий тон, соответственно, он бы так пробивался, но так как он немножечко туговато идет, его все-таки лучше сверху, но посмотрите, он абсолютно не растворил наше тональное средство, и правда выглядит просто, как будто наша кожа подсвечена софитами, очень красиво, мне безумно нравится, как он смотрится, особенно, говорю, на солнышке, прям фантастически, сейчас мы заполним с вами вторую часть нашего лица, дальше наносим, куда хватит фантазии, носик, если вы любите, хотя многие говорят, что нос становится больше, но я так люблю, соответственно, галочку можно, можно губки немножко, да, чтобы они более-таки пухлые были, в общем, мне кажется, что он очень комплементарный, и несмотря на то, что действительно многие говорили, что цвет темноват, мне кажется, он мне идеально подошел, то есть я бы не хотела менее желтый, менее какой-то, да, такой яркий, вот я действительно этим оттенком довольна, ну и тем, как он смотрится на лице, еще раз посмотрите на это влажное сияние, вот если вы вспомните наш недавний обзор, который был на хайлайтер Диор, то там все по-другому смотрится, да, то есть там блески активные, немножко так отдельно смотрятся на лице, то здесь просто как будто, ну вот как будто бы у вас здесь хайлайтер такой подсвечивающий, как будто просто немножечко провился там жирный блеск от вашего лица, в общем, это смотрится очень естественно, и максимально, несмотря на то, что есть вопросы, хотя может быть вам и нравятся такие текстуры, может вам нравится, когда все скатывается под пальцами, это навряд ли, но тем не менее, я его реально рекомендую, не знаю, мне нравится, потому что я все-таки больше за то, что если красиво смотрится, то окей, вот, я готова потерпеть ради такого эффекта, потому что у меня таких хайлайтеров мало, и вообще мне так нравится, у меня косметика простая у коллекции, и они все абсолютно разные, вот прям могу про каждое часами говорить, и абсолютно разные, так, и давайте теперь перейдем к нашим румяшкам, как я сказала, мы возьмем румяна из набора, ну логично, вдруг вы хотите набор, а залью это уже вы сами там решите, или можем, кстати, в каком-нибудь видео тоже воспользоваться, например, в весеннем макияже, будет красиво, мне кажется, соответственно, набираем на кисть бочонок, кистей, бочонков у меня много, это может быть любой бренд, любое, любое, любое наполнение, синтетика натуральная, но вот это вообще, весеннее, я кайфую, очень красиво, так, соответственно, мы набираем на кисть, немножечко переносим на руку, чтобы не было такого, что вы прям сейчас себе наставите пятен, лучше так сделать, и начинаем, наше волшебство, смотрите сразу, какой весенний, красивый оттенок, я не знаю, мне очень он понравился, я не могу сказать, что он какой-то блеклый, нет, вообще, замечательный, очень красивый, я сначала обычно чуть-чуть намечаю вектор, потом, я подчищаю кисть, и после этого, соответственно, мы либо этой кистью довтушевываем, да, либо проходим дополнительным бьюти-блендером, либо кистью с тоном, чтобы максимально это все выглядело естественно, вот про бьюти-блендер, которым я пользовалась, и вы это довтушевываете, можно вот так, есть много техник, да, посмотрите, сразу все более естественно, они оба с подсвечивающим эффектом, посмотрите, как красиво вместе смотрится, как все перекликается, и, соответственно, все такое влажное, и весеннее, не знаю, очень красивый оттенок, я бы не сказала, что он какой-то абсолютно нейтральный, незаметный, блеклый, нет, мне кажется, он тоже с характером, он такой персиковый, симпатичный, ну и на каждый день просто замечательно, особенно если у вас такой простой, ежедневный макияж, будет смотреться здорово, но и розовый, поверьте, конфеточка, тоже очень-очень здоровский, и дальше мы уже заканчиваем макияж помадой, и переходим к ней, как я уже говорила, я не люблю ей рисовать активные губы, не потому что оттенок не совсем подходит, просто потому что, мне кажется, она больше создана именно для эффекта вот такого, да, как будто бы легкое прикосновение помадой к вашим губкам, лучше всего тоже делать это пальчиком, ну кисть подойдет, то есть вы тоже, да, видите, текстурка, она такая подтаивает, и соответственно наносим, вот смотрите сразу разницу, если бы активно нанесли, была бы больше как помада такая, да, мне кажется, немножко возрастная, потому что оттеночек все-таки коричневый, но, когда мы наносим пальцы, она выглядит просто как тинт для губ, идеально, ну по крайней мере, мне оттенок так подошел, как будто бы просто мои губы, но более сочные, привлекательные, и вот такие наполненные, мне кажется, хорошая такая разница между сверхней губой, и цвет в целом тоже красивый, он также перекликается по цветовой гамме с румянами, ну логично, это набор, наверное, хайлайтер, поэтому здесь тоже такого желтоватого потона, так как это эффект зацелованный губ, нам здесь не важен красивый контур, вы можете, конечно, заморочиться, но я бы, наоборот, даже за него вышла, потому что тогда смотрится очень так, как будто бы вы не старались, вы не заморачивались, и при этом вы выглядите очень красиво, а еще что интересно, смотрите, она на магнитной основе, мне нравится, можно играться, вот, соответственно, наш макияж подошел к концу, мне очень нравится, как все получилось, мне кажется, красиво, надеюсь, что вам тоже понравилось, если в целом говорить о косметике розынк, то у меня только положительные какие-то эмоции, потому что помада отличная, комфортная, ощущается приятно, как будто бы есть увлажняющие компоненты, она хорошо сходит, конечно, она не самая яркая, потому что, мне кажется, не такая проблема, такой помады сойти, нежели какой-нибудь фиолетовый, вот, но тем не менее, все равно она отлично себя показывает, и в таком виде она мне очень сильно нравится, но, как я говорила, Роузи сама, она тоже так же ее наносит, поэтому, возможно, в этом и смысл, что какие-то помады зацелованы губ, даже поярче, она немножко, мне кажется, как-то возраст мне придает, что ли, ну, в общем, такой вариант мне более оптимальный, больше мне нравится, соответственно, румяна, хайлайтер, тоже все в прекрасных оттенках, можно все это наслоить, если вам кажется, что вам недостаточно сияния, если вам недостаточно цвета румян, все это можно наслаивать, прекрасно все наслаивается, не скатывается, и отлично себя ведет на протяжении дня, поэтому я максимально вам советую эту косметику, наверное, пока не могу сказать, что я что-то побегу покупать, там есть бронзер еще, но вот тоже вопрос, какой он текстур, он такой же мягкий, как румяна, или он как хайлайтер, я бы потыкала, если будет такая возможность, посмотрела, поэтому пока мы на этом, наверное, остановимся, я планирую, очень хочу протестировать косметику, но ничего нет в наличии, я не знаю, как приобрести, но пока в ту сторону пойдем, но мое резюме очень красиво, классно, и мне кажется, за 47 долларов, или сколько стоит набор, это такая хорошая рабочая шкатулочка, которая будет вас радовать, поэтому, пожалуйста, если видео вам интересно, то подписывайтесь, подписывайтесь на мои остальные социальные сети, и в частности, телеграм, потому что я сейчас активно им занимаюсь, мне прям интересно там с вами общаться, и пишите, конечно же, ваши комментарии, как вам этот набор, нравится ли вам эта косметика, что вы думаете о Роузе, и вообще интересно, как всегда, как вы думаете, звезды, которые запускают косметику, вся ли косметика достойная, потому что мы тогда в видео про Фенти говорили с вами, что мало есть таких примеров, вот есть у Кей Фенти Бьюти, есть Елена Гомос, которая хорошая косметика, ну, возможно, там у жены Бибера тоже неплохая, но у нее просто дело в том, что больше уходовая, и я как-то еще до нее не добралась, но брендов таких, которые прям классные, ну, по пальцам сосчитать, вот я считаю, что Роузи Инг, так, Роуз, Роуз Инг, она Роузи, а это Роуз Инг, не путайте, соответственно, я считаю, что бренд Роуз Инг, это очень достойный бренд, и классный, поэтому я рада, что я с ним познакомилась, протестировала его, показала вам, это самое главное, и мы заканчиваем, увидимся совсем скоро, до новых встреч, пока!